Крым по железной дороге. Вторую очередь моста на полуостров открыл Владимир Путин. В Сочи снесено почти 60 тысяч квадратных метров самостроя. На очереди еще 500 объектов. Решение суда уже вступило в силу. 43 новобранца отправились на службу из Сочи. Это последняя партия осеннего призыва в этом году. В Сочи разыграли медали чемпионата Краснодарского края под Хэквондо и ТФ. Победители получили путевку в сборную региона. Под стук колес на Крымском мосту запустили железнодорожное движение. Старт дал Владимир Путин. Президент проехал на поезде из Керчи в Таман. Там построили новый вокзал. Главу государства на кубанской земле встретил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев также принял участие в торжественном мероприятии. Российский лидер со сцены поприветствовал рабочих мостовиков, поблагодарил их за работу и подчеркнул, что железнодорожное движение между Кубанью и полуостровом не открыли заново, а именно возобновили. Впервые это движение между Петербургом, а первый поезд будет Петербург-Севастополь, было организовано 145 лет назад. И за всю историю российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза. Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по-другому, но надежному, крепкому маршруту. Я вас с этим поздравляю. Это большое событие. Вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе. Ровно в два часа дня из Санкт-Петербурга отправился пассажирский состав, который первым проедет по Крымскому мосту. Поезд под названием «Таврия» пробудет в пути почти 44 часа. День сотрудников органов госбезопасности отметили в России. Сотрудники Краснодарского управления ФСБ принимали поздравления в Краснодаре. В филармонии собрались и действующие работники, и ветераны. Их поздравил начальник управления Сергей Захарихин. Мы этот праздник встречаем в обстановке активного развития, я бы сказал, Краснодарского края по отношению к другим регионам Российской Федерации. Это вызывает определенные проблемы, миграционные потоки. В этих потоках также сюда проникает криминальный элемент. Вместе с тем, вот всей нашей правоохранительной системе под руководством руководителя антитеррористического комиссии, губернатора, удается стабилизировать обстановку. Поздравили сотрудников также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель регионального парламента Юрий Бурлачко. По словам главы региона, во многом благодаря работе управления ФСБ многочисленные спортивные состязания, международные экономические события проходят на Кубани в полной безопасности. Ваш труд, он заметен не только в нашем крае, во всей стране, и во всем мире. Посмотрите на те мероприятия, которые мирового масштаба, мирового, которые проходили в Сочи, и они прошли, прошли успешно. А самое главное, тысячи иностранцев, которые приезжали, они даже не видели вашей работы. Это настолько высочайший профессионализм. При обеспечении безопасности тех форумов, саммитов и недавний, который прошел, где, я помню, все переживали, как он пройдет, тем не менее смогли на высочайшем уровне, на высочайшем, обеспечить безопасность проведения ЕУ. Это высочайший профессионализм, который отмечается, конечно, не только вашим руководителем Сергеем Борисовичем, я уверен, и руководством ФСБ, но, конечно, руководством страны. Это нельзя не замечать. И нельзя этим не восхищаться. Спасибо вам огромное за ваше служение, за ваши бессонные ночи, за ваш высочайший профессионализм. Спасибо. Уверен, что профессиональный уровень кадрового состава, оперативный, аналитический и технический потенциал управления и впредь позволит достойно выполнить все возложенные на вас задачи. Спасибо за добросовестную службу, благодаря которой Краснодарский край сегодня стабильный, мирный и перспективный регион. Кроме того, Вениамин Кондратьев отметил, что экономические достижения региона напрямую связаны с работой по обеспечению безопасности, которую успешно проводит Краевое управление ФСБ. Вы сталкиваетесь с вызовами каждый день. Каждый день. Я уверен, в течение 24 часов. И в течение 24 часов вам необходимо принимать решения, правильные решения. Порой в условиях полной неопределенности. Как сделать так, чтобы купировать ситуацию, и никто об этом не узнал вообще, что она могла произойти? Мы говорим сегодня о вашей службе, а ведь на самом деле нет ни одной сферы жизни и отрасли экономики, которую бы вы не контролировали в хорошем смысле этого слова. Поэтому сегодня мы говорим о том, что экономические результаты нашего края – это наша совместная с вами работа. А экономические результаты сегодня достаточно высокие. Во всех отраслях экономики. Но благодаря тому, что мы вместе, огромной большой командой, максимально в первую очередь, наверное, наступаем на коррупционную составляющую. На коррупционную, что по себе принципиально сегодня важно. Мы имеем эти результаты. В современном виде Федеральная служба безопасности создана в 1995 году. Только за 2019 год Краевым управлением ФСБ были инициированы сотни уголовных дел в отношении особо опасных преступников. Десятки нелегалов задержаны на границе. Пресечены несколько каналов наркотрафика. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. В Сочи снесено почти 60 тысяч квадратных метров самостроя. На очередь еще 500 объектов. Решение суда об их сносе уже вступило в силу. Однако исполнять его нарушители не торопятся. Демонтажом занимается городская администрация, а владельцы незаконных домов могут лишиться своих земельных участков. В этом году в Сочи вынесено 15 судебных решений об изъятии земельных участков под самовольными постройками. Потом они будут проданы с публичных торгов. Такая же перспектива грозит и собственнику этого участка на улице Ударной. Незаконная стройка здесь пресечена на уровне четвертого этажа. Начался снос, но опять-таки без участия застройщика. Сам дом, что называется, строили на совесть из монолита. Вот только хозяин, судя по всему, просчитался в масштабах. Вместо частного дома, на который у него было разрешение, возводил высотку. Два года на Ударной Ударно шла стройка многоквартирного дома. Собственник объекта, вместо того, чтобы исполнять решение суда о демонтаже, строил межкомнатные перегородки. Судя по объявлениям о продаже квартир в интернете, этажей здесь должно было быть семь. Потенциальным покупателям обещали центральные коммуникации, технические условия в полном объеме, детскую и спортивную площадки. И это несмотря на судебные решения, арест объекта, запрет на любые действия с недвижимостью и исполнительное производство судебных приставов. Суд администрации Сочи обратилась еще два года назад, на начальном этапе строительства. Застройщик, в соответствии с судебным актом, обязался снести указанный объект до начала декабря. Как мы видим, снос застройщикам фактически надлежащим образом не осуществлялся, в связи с чем администрация города Сочи привлекла подрядную организацию для фактического сноса объекта с последующим взысканием пониционных расходов с застройщика. Строение основательное, не маленькое, но безопасно оно или нет, сказать мы с вами не можем, потому что надзор строительный, который должен осуществляться за строительство многоэтажных домов, здесь, как мы видим, не осуществлялся, в связи с чем, как мы понимаем, суд и принял решение о его сносе. Ударная 9 находится в черном списке новостроек в Сочи. И тем не менее, риэлторские агентства и сегодня предлагают квартиры в семиэтажном многоквартирном жилом доме по этому адресу. Учитывая, что сносить самострой пришлось муниципалитету, застройщик, скорее всего, лишится земельного участка. Сейчас и по этому вопросу идут судебные разбирательства. Сегодня в Сочи еще 500 самостроев, по которым судом принято решение о сносе. Причем это не только крупные объекты, но и ларьки, гаражи, пристройки. В то же время власти утвердили перечень из еще 181 проблемного объекта. Их возвели без разрешительных документов. Сейчас по каждому ведется тщательная проверка. Вообще, в этом году в Сочи снесено 14 самоволок. Но важный нюанс. В Сочи в списках на демонтаж нет объектов с правом собственности на квартиры. Что касается незаконного строительства, там, где есть решения суда, которые выявлены и приняты к исполнению. На сегодняшний день 12 объектов у нас находятся в демонтаже. Поэтому работа ни на секунду не прекращается. Есть ряд таких объектов, по которым признано право собственности, но в них невозможно проживать. В них нет ни света, ни воды, ни элементарных коммунальных бытовых нужд. Такие данные объекты, их сейчас 58. По этим объектам у нас разбита работа вместе с прокуратурой города, значит, по достройке и увеличению мощностей. Но надо понимать, что затраты по данным объектам ложатся на плечи самих собственников данных квартир. Других механизмов на сегодня нет. На данных рабочих группах у нас предусмотрена административная поддержка любыми доступными способами по консультации этих жителей, по сопровождению административному. Но затраты лежат на плечах самих приобретателей. А это уже улица Бакинская в Адлерском районе. Здесь снесли очередной самострой. Объект оказался небезопасным. На самом деле дома здесь два. Первым под снос пошел четырехэтажный. Соседнюю пятиэтажку ждет та же участь. Площадь участка не предусматривает такого масштабного строения. Максимум – частный дом. А по факту под строение занята площадь в полторы тысячи квадратных метров. Иск о сносе администрация города подала еще на стадии фундамента. Но пока продолжались судебные разбирательства, хозяин завершил строительство. Более того, после решения суда о сносе даже успел продать квартиры. Сносить дом самостоятельно отказался. Поэтому к работам власти привлекли подрядчика. А застройщик, скорее всего, лишится участка. О свидетельствовании таких проблемных объектов проводит Краевой стройнадзор. Он же выступает в роли третьего лица на судебных заседаниях во время принятия решения о сносе. В процессе строительства, мягко говоря, когда мы производим надзор, мы же смотрим за соблюдением всех технологических регламентов, которые позволяют нам сказать, что данное сооружение прослужит 50 или 100 лет существования. А при таких сооружениях мы понимаем, что в любой момент может произойти какая-нибудь чрезвычайная ситуация, техногенного характера, и, не дай бог, может много людей просто пострадать. Поэтому, собственно, мы всегда против такого строительства, скажем так, самовольного. Дома небезопасны, потому что мы же не знаем, кто проектирует, как проектирует, из каких материалов эти возводятся здания и сооружения. Это вот все влияет как раз потом на дальнейшую безопасную эксплуатацию данных сооружений. Но есть в Сочи и образец того, как владельцам самостроев можно и нужно решать проблемы. Вот улица Белорусская, морская набережная в центре Адлера. Сегодня здесь огромная открытая площадка, а еще пару месяцев назад в этой первой санитарной зоне стояли 3 12-этажки. Схема традиционная. Разрешение было на трехэтажку. По факту, жилой комплекс на 340 квартир. Большая стройка началась в 2009-м. По требованию администрации ее остановили. Мэрия обратилась в Адлерский районный суд с иском о признании объекта незаконным. Начались судебные тяжбы. Суды длились несколько лет. Судились долго. На разных этапах начинали судиться еще на стадии котлована. Но застройщик продолжал строить данный объект. Выходили второй раз на уровне пятого этажа. Потом в конце концов удалось остановить стройку. Переломить решение в пользу администрации города. И застройщику ничего не оставалось уже в дальнейшем, как исполнить решение суда. На нашей практике первый и единственный случай, когда застройщик так порядочно себя повел. Добровольно выплатил всем покупателям квартир денежные средства. И сам добровольно за свои деньги снес полностью весь объект. Да, оно действительно громкое было производство. Но в течение этого года мы постарались с общими силами все это устранить. На сегодняшний день вы сами видите, что это пустое место. Что будет дальше с этим местом, я не могу сказать. Земля перешла, вернулась обратно в собственность федеральную. Сейчас еще пока материал не окончен по данному объекту. Есть некоторые недоработки в виде уборки мусора. Люди, вложившие в такие дома свои деньги, часто оказываются у разбитого корыта. Мало того, что нет обещанного жилья на побережье, так еще и свои кровные. Вернуть бывает не так просто. Чтобы помочь покупателям таких квартир пройти все необходимые процедуры, администрация Сочи вместе с прокуратурой организовали консультации. А тем, кто только задумывается о новых квадратных метрах, советуют внимательно изучать не только документы от застройщика, но и черный список недвижимости на сайте мэрии. В него попадают все объекты, по которым есть замечания. 12 городских самостроев сейчас на стадии демонтажа. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 24 декабря в Сочи облачная температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 17-19 градусов выше нуля. Температура морской воды 13 градусов. В Красной Поляне переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем 11-13 градусов выше нуля. На новогодние праздники и в период всего зимнего сезона в Сочи будет усилена охрана парков и улиц города. Во всех районах курорта уже созданы оперативные штабы. В них вошли чиновники, коммунальщики, медики, полиция. За кем или зачем им предстоит следить, обсуждали в зимнем театре на заседании антитеррористической комиссии. Усиление в новогодние праздники вводится ежегодно, но в этом году сотрудников правопорядка будет еще больше. На подмогу сочинцам приедут патрули из городов и районов Краснодарского края. Также к ним присоединятся сотрудники Росгвардии, казаки, дружины, добровольцев. Им предстоит следить за безопасностью в местах массового скопления людей. На площадях, в парках, да и просто на улицах жилых микрорайонов. Также под особый контроль возьмут ЖД вокзалы, автостанции и аэропорт. Это важно, отметил глава Сочи Алексей Копайгородский, который провел заседание антитеррористической комиссии. По его словам, на курорт уже через неделю начнут съезжаться тысячи гостей. Особое внимание необходимо уделить объектам санаторно-курортной отрасли, местам массовых мероприятий, активного отдыха, торгово-развлекательных центров и объектов транспорта. Крайне важно обеспечить исправный функционированный технический средств защиты и качественное выполнение сотрудниками охранных предприятий своих должностных обязанностей. На площади флага, где пройдет городской концерт 31 декабря, будут рамки металлоискателей, дежурные бригады полиции и медиков. Также глава Сочи отметил, что необходимо следить за местами продажи пиротехники, так как несмотря на ежедневные рейды, некачественная продукция все-таки попадает в руки любителей фейерверков. А это зачастую опасно для жизни людей. Также поручено провести дополнительные проверки отелей и частных мини-гостиниц в Красной Поляне. Пожарным предстоит не только проверить места размещения туристов, но и провести инструктаж со службами безопасности отелей на случай возможных ЧП. Мэр не один раз на совещании акцентировал внимание на транспортной ситуации в городе во время зимних каникул. Автобусы в новогоднюю ночь будут работать по расписанию во всех районах Сочи. За обстановкой на трассах будут следить дорожники, инспекторы ГИБДД. И в направлении горнолыжных курортов пустят дополнительный транспорт – электрички. Парковок будет больше, чем в прошлом году. Всего готовы принять 4000 машин. Тем не менее и сочинцев, и туристов просят уже с 28 декабря воздержаться от поезда к наличных автомобилях. И это нужно самим людям, чтобы не стоять в пробках. 43 новобранца отправились на службу в воинские части из Сочи. Это последняя партия осеннего призыва в этом году. Торжественные проводы призывников прошли на сборном пункте военкомата. Молодых солдат поздравили с началом службы представители общественных ветеранских организаций, казачества, администрации города и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Он также отметил работу комиссариата. Всегда сочинцы служат очень ответственно, и мы гордимся этим. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы провели такую большую работу. Условия работы, конечно, сложные у вас. Поэтому для того, чтобы облегчить работу, мы совместно с представителями общественной организации «Опора России» подготовили подарки для взрывной призывной комиссии. Помимо сотрудников военного комиссариата, памятные подарки от городского собрания Сочи получили и призывники. Кроме военной формы и продовольственного пайка, каждый солдат получил именную банковскую карточку, на которую в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное содержание. 43 сочинских новобранца пополнят ряды сухопутных, воздушно-десантных и ракетных войск, а также войск стратегического назначения. 16-я котельная станет частью Сочинской теплоэлектростанции, а сама станция будет поддавать отопление в село Раздольное. О планах на ближайшее будущее шла речь на встрече главы Сочи Алексея Копайгородского с коллективом предприятия. Сочинская ТЭССу уже 15 лет. Сегодня она обеспечивает теплом центральный район, вырабатывает почти миллион киловатт электроэнергии. Но бесперебойная работа оборудования невозможна без тщательного контроля специалистов. Почти половина сотрудников ТЭСС трудятся на объекте с момента его открытия. Это важный показатель отметил глава Сочи. Всегда вся система управляет человеком. Наше самое главное достояние – это люди. Люди создают эту систему. Вы действительно профессионалы в своей отрасли. И ветераны отрасли, которые находятся здесь, они очень планомерно передают свои знания, навыки, умения молодым, перспективным, подрастающим людям. А все, кто моложе, находятся здесь. Вы всегда должны помнить своих учителей, всех тех, кто основал эту структуру. Мэр курорта поздравил энергетиков с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся сотрудникам теплоэлектростанции. В Сочи открыли зимний маршрут на Бзерпинский карниз. Такое решение принял научно-технический совет Кавказского заповедника. Подняться на карниз можно будет либо пешком, либо на снегоступах. Также этот путь могут преодолеть любители ски-тура. Это прохождение маршрутов на специальных лыжах. Зимой на Бзерпинском карнизе можно остановиться и на ночевку в альпийских домиках. Важный нюанс – туристы отправляются в путь только в составе организованных групп и в сопровождении сертифицированных гидов-инструкторов. Также был утвержден маршрут к Зеркальному озеру. Однако в этом году его для туристов не откроют. Нитку маршрута в тестовом режиме в течение всей зимы исследуют специалисты заповедника. Таким образом, будет на практике проверена его безопасность. Главная футбольная площадка Сочи впервые примет регби. На стадионе Фишт сыграют Россия и Испания. В чемпионате Европы по регби 2020 года сыграют шесть команд. Грузия, Россия, Испания, Румыния, Бельгия и Португалия. Стартовый матч 1 февраля примет стадион Фишт. Напомню, в прошлом году здесь прошло шесть матчей Чемпионата мира по футболу. Сейчас это домашняя арена для футбольного клуба Сочи, который выступает в российской футбольной премьер-лиге. В следующем году на это поле впервые выйдут регбисты, и стадион становится многофункциональным спортивным объектом. Проведем один матч Россия-Испания в рамках Кубка Евро 2020 по регби. Кроме того, мы сейчас размещаем уже два грунтовых теннисных корта на территории Фиштана. Учитывая, что мы только стали на стадии многофункциональности, и мы планируем это и дальше развивать, у нас сейчас проходит около двух матчей в месяц. Кроме того, мы проводим и социальные мероприятия. Открытые корты будут готовы в течение двух месяцев. Сейчас строители укладывают инженерные коммуникации. Теннисом здесь будут заниматься спортсмены Краевого центра Олимпийской спортивной подготовки. Также здесь планируют проводить краевые соревнования. В случае разыграли медали чемпионата Краснодарского края под Хэквандо ИТФ. Соревнования проходили два дня. Победители краевого турнира получили не только медали, но и шанс попасть в сборную региона для участия в более крупных стартах. Расскажет Ольга Десятого. Более 200 спортсменов собрались на базе Югспорта в эти выходные. Там прошли чемпионаты первенства Краснодарского края под Хэквандо ИТФ. В Сочи приехали спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Туапсетти, Мрюкар, Мавира, Курганинска, а также из Абширонского, Староминского и Абинского районов Кубани. За медали турнира боролись и спортсмены из Абхазии. Большую команду выставил город Сочи. В Сочи уже более 700 ребят занимаются этим видом спорта. И у нас достаточно высокие результаты. Мы рассчитываем на то, что здесь на соревнованиях мы также себя проявим. И я уверен, что точно в числе призеров сочинские ребята будут выступать. Тхэквандо ИТФ. В отличие от ВТФ, вид спорта не олимпийский. Но поклонников у этого единоборства в Краснодарском крае ничуть не меньше. Необычен чем вид спорта. Он имеет многоборческую направленность. Девять соревновательных дисциплин. Четыре личных, четыре командных и один раздел постановочной поединки самозащиты. Что позволяет в принципе любому человеку найти себя здесь. Из девяти направлений Тхэквандо в Сочи было представлено два. Это поединки в личном и командном зачете, а также формальный комплекс. Медали здесь разыгрывались, индивидуальные и групповые. Формальный комплекс или туль – это имитация поединка с несколькими соперниками. Задача спортсмена – показать комплекс атакующих и защитных действий в определенной последовательности. Сложен он. То, что там надо правильная постановка движения. Если, например, неправильная стойка, то это уже минус балл. Если забываешь движение, то ты уже просто автоматически проигрываешь. Ну и, конечно, спарринги – это самая зрелищная часть турнира. Это финальный бой в категории до 40 килограммов. Здесь победу одержал Артем Зотов из Новороссийска. Я был лучшим соперником, потому что я атаковал, а он работал вторым номером. А вторым номером труднее работать, чем первым. И он не попадал в удары, а я попадал. Кстати, в качестве судей на турнире выступали и сами спортсмены. Благодаря судейской практике тхэквондисты в том числе повышают уровень своего мастерства. Существует электронная система. Ее используют в спаррингах. И у нас есть вот такие пультики. Помимо того, что я участвую, надо знать правила. Если я не буду знать, то я, соответственно, плохо буду участвовать. Из-за этого довольно интересно. На чемпионате Краснодарского края по тхэквондо спортсмены боролись не только за медали, но и за право представлять свой регион на более крупных стартах. Конечно, переживаю, потому что это ученики, которые мы подготавливали. Это лучшие приезжают с края. Теперь ребята готовились, потому что это отбор на Россию. Россия будет в Сочи также здесь же в зале проходить, поэтому мы хорошо прям подготавливались. Чемпионат России пройдет в Сочи уже в феврале. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Новогодние букеты и композиции, которые украсят любой дом или станут отличным подарком на предстоящие зимние праздники. Магазин «Море цветов» подготовил для сочинцев массу сюрпризов. Декоративные венки, сухоцветы, корзины и букеты – в каждом частичка Нового года. Такие композиции украсят любой интерьер, а запах натуральной ели создаст в доме атмосферу праздника. Все букеты придумывают и своими руками изготавливают профессиональные флористы магазина «Море цветов». Сейчас в магазине вы можете найти и воскированную коллекцию, и коллекцию в классических цветах Нового года – красный, зеленый. И что-то нежное в розовом, бледно-голубом цвете. Флористы и дизайнеры «Море цветов» отслеживают все самые современные тенденции и притворяют их в жизнь. Например, самый модный цвет наступающего 2020-го – синий. Здесь можно найти композиции или букеты в таких тонах, или вот такое сочетание – ель и живые цветы. Оригинальный подарок на любой праздник. Здесь только новогодние шары, ель и абсолютно свежий цветок. Посмотрите, это полноценный подарок в новогодней тематике. Он подойдет и на Рождество, и на новогодние праздники, и даже на день рождения. «Море цветов» находится на улице Гагарина, 25. Кроме новогодней коллекции, в магазине можно найти действительно море цветов на любой вкус и для любого повода. До встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.